Часть 2. Как может чувствовать себя молодой, удачливый, чистолюбивый, прошедший всю Чечню офицер после того, как его и его друзей сначала бросили на грязное дело, потом попробовали истребить с применением современной авиации и тяжелых боевых вертолетов, и, в конце концов, вышвырнули, как облезлых от лишаев котят из армии, в один день выперли из офицерского семейного общежития и даже какого-нибудь паршивого грузовичка не дали, чтобы отвезти на вокзал скудный, нажитый по крохам, семейный скарб. Вот так он себя и чувствовал, вчерашний блистательный капитан спецназа, а ныне пастух худосочного затопинского стада, 26-летний Сергей Пастухов. После того, как на площади у Курского вокзала он распрощался с ребятами, не меньше шести часов пришлось ему с Ольгой и Настеной добираться до Затопина на перекладных, сначала двумя электричками до Зарайска, потом автобусом до Выселок, а последние четыре километра пешком. Недавно прошел дождь, глина на разбитом тракторами и грузовиками проселке раскисла, липла к ногам, самому пастухову это было до феньки, на нем были высокие спецназовские ботинки, а вот Ольгины кроссовки сразу промокли, она была в грязи по колено. Настена хныкала, просилась на ручки, но у Сергея руки были заняты двумя чемоданами, а Ольга тащила рюкзак с одеялами, подушками и бельем и полиэтиленовые пакеты с едой. У нее была свободна только одна рука, которой она и волокла дочку, приговаривая, ну, потерпи, скоро уже, совсем скоро, а сама поглядывала на мужа, словно спрашивая, в самом-то деле, скоро ли? И он отвечал ей, как и она, Настене, потерпи, немного осталось. К деревне они подошли уже в сумерках. На правом возвышенном берегу Честны темнели три десятка изб, выстроившихся вдоль изгиба речки одним порядком. В окнах мутно желтели огни, на фоне последних бликов заката четко вырисовывались кресты телевизионных антенн. Одна из изб стояла немного на отшибе, крайняя в порядке и чуть ближе к реке. Она была совсем безжизненная, сухая ветла над ней с черными растопыренными ветками точно бы лишний раз подчеркивала вымороченность этого места. Возле калитки, висевшей на одной верхней петле, Сергей поставил чемоданы на землю и сказал, вот это и есть наш дом. — И мы с мамой будем здесь жить? — недоверчиво спросила Настена. — Если захотите, — ответил Сергей. Последний раз он приезжал сюда три года назад. Хоронил мать. После поминок плотно закрыл ставни, забил все окна и дверь досками и уехал на армейском уазике без слов, выделенным ему комбатом, хотя от их части до Затопина было не меньше трехсот километров. Пока их машина переваливалась по грунтовке, все оглядывался, гадал, придется ли еще сюда вернуться когда-нибудь. И вот пришлось. Сергей помнил, что топор он тогда сунул под крыльцо, пошарил. Топор оказался на месте. Со скрежетом поддались гвозди, из дома пахнуло нежитью, тоскливым духом давно покинутого жилья. Свет был обрезан. Но на стенке в сенях должна была висеть керосиновая летучая мышь, с электричеством в Затопине всегда были перебои, поэтому в каждой избе наготове были свечи и керосиновые лампы. И лампа оказалась на месте, и даже на донышке что-то плескалось. При тусклом свете летучей мыши Сергей сорвал доски с окон, Настеж распахнул створки, впуская в затклость дома свежую речную прохладу. Потом в сараюшке набрал дров и затопил печку. Сбегал к честне за водой, поставил старый облупленный чайник. Немного повеселело. И когда поужинали припасенными в Москве консьервами и уложили заснувшую прям за столом Настену на узкую продавленную кушетку в горнице, Сергей внимательно взглянул на жену и повторил. Это и есть наш дом. Туалет на улице, школа и магазин на выселках в четырех километрах, вода в честне, а дрова в сарае. А музыкальная школа, где ты могла бы работать, только в Зарайске. — Я понимаю, что не этого ты от жизни ждала, но больше нечего мне тебе предложить. Так что, если захочешь вернуться к своим в Орел, так и скажи, я в обиде не буду. — Дурак ты, Серега, — помолчав отозвалась она. — По-твоему, я мечтала стать генеральшей? — Нет. Я мечтала не стать вдовой. — Понял? — Понял. — Вот и хорошо. — А теперь пойдем спать, я уже с ног валюсь. Постелили на широкой родительской кровати в той же горнице, где спала и Настена. И едва Сергей задул лампу, каких охватила темнота и огромная, бездонная тишина, от которой даже звенела в ушах. — Как тихо! — негромко проговорила Ольга. — Не стреляют, — согласился Сергей. — Гвоздик, — сказала она и засмеялась. — Какой гвоздик, — не понял он. — Я где-то читала или слышала. — Люди бывают двух видов. — Одни после пожара, когда сгорел их дом, ходят по пепелищу и вспоминают — вот здесь был шкаф, а здесь столовый гарнитур, и волосы на себя рвут. — А есть другие. — Нашел в зале гвоздик и радуются, хоть гвоздик сохранился. Или еще что. Не о потерянном горюют, а радуются тому, что осталось. Вот я и говорю. — Тишина — гвоздик. — А не стреляют — это очень хороший, прекрасный гвоздь. — Спи, гвоздик, — проговорил Сергей, но ответа не услышал. — Ольга уже спала. И хорошо, что спала. И хорошо, что не могла видеть лица мужа. Оно словно окаменело. По скулам ходили желваки, волна унижения и ярости вновь захлестнула его, как в тот момент, когда он швырнул на стол командующего армией свои офицерские погоны и боевые награды. Суки! Утром он отыскал в чулане старую отцовскую телогрейку, рабочие штаны и резиновые сапоги. По просьбе Ольги затопил печку, натаскал воды в ведра и выворку. Когда вода согрелась, Ольга закатала до колен тренировочные штаны и принялась за генеральную уборку, а сам Сергей собрал по закуткам инструмент, наточил топор и ножовку и взялся менять сгнившие ступеньки крыльца и половицы в горнице и на кухне. Слух о возвращении Сергея быстро облетел всю деревню. Приходили соседки, бабы Клавы и тети Маруси, которые знали Сергея с рождения, приносили молоко в трехлитровых банках и куриные яйца в холщовых, чисто выстеленных тряпочках. Знакомились с Ольгой, протягивая ей руки лодочкой. От денег за молоко и яйца отмахивались, даже обижались, когда Ольга настаивала. Расспрашивали, что да как, да надолго ли приехали. Узнав, что надолго понимающие кивали, на словах одобряли, но в выражении лиц без труда угадывалось сочувствие. Редко кто, уехав из Затопина, возвращался сюда, разве что те, у кого ничего с городской жизнью не вытанцевалось. Видно, и у этого молодого соседа тоже. К обеду подкатил на Беларуси с тракторной тележкой одноклассник Сергея Мишка Чванов. Пьяный, дальше некуда. Радостно заорал, затискал Сергея с Ольгой, сразу перешел на ты, замахал бутылкой столичной и потребовал закуси, стаканы. Да не в дом, а во двор, на бревнышке норил доверку, предложил. Давай, Серега, за тебя, друг, со свиданьецем. Он хлопнул в одзяры, крякнул, загрыз коркой, и тут только увидел, что Сергей к своему стакану даже не прикоснулся. А ты че? Давай, выдыхается продукт. Я не пью, объяснил Сергей. Как? Совсем? Совсем. Да ты... Вот даешь! Да как же так? Совсем-совсем? Да, совсем. Ну ты! А... Вот скажи кому... Да это ж... Ё-моё, совсем! Нет, а вот дела! Зашился, что ли? Нет. И не принимаешь? Не, ну вообще! Надо же, я тебе доложу, полный отпад. Я тебе собаку подарю. Неожиданно предложил он. Какую собаку, не понял Сергей. Кобелька! У меня сучка до веча щенилась. Порода? Ух! Почти овчарка. Если не пьешь, так пусть хоть у тебя собака будет. Сергей так и не понял, какая связь между выпивкой и собакой, но Мишка и сам этого, похоже, не понимал. Он допил водку из Сергеева стакана, взгромоздился на Беларусь и укатил так же неожиданно, как и появился. Как же он поедет, встревожилась Ольга, он же совсем пьяный, свалится в канаву. Мишкин Беларусь лихо перемахнул кювет, отделяющий проселок от съезда в деревню, потеряв при этом тележку. Но он даже и не заметил этого и покатил дальше к видневшимся вдали строениям свинокомплекса. Еще через час возле пастуховской избы остановился уазик председателя местного колхоза, ныне акционерного общества. Семен Фотиевич Бурлаков и раньше был председателем колхоза, еще когда Сергей в школе учился. За это время он стал словно ниже ростом, разбух, крупное круглое лицо его стало еще круглее от болезненной рутловатости. Он обнял Сергея, обдав его ядреным духом старого перегара, круто разбавленного свежачком, самогонкой или столичной, познакомился с Ольгой, солидно порасспрашивал, что и как, а потом предложил. — Начальником машинного двора к нам пойдешь? — Нет, — сказал Сергей, — у вас там такая пьянь, что и сам сопьешься. — Пьянь — это есть, — согласился Бурлаков. — Что есть, то есть, не буду скрывать. — А главным инженером ко мне? — Я же в сельском хозяйстве ничего не понимаю. — В сельском хозяйстве, Серега, никто ничего не понимает. А кто понимает, тем Бог рогов не дает. Вникнешь? Парень грамотный, в технике разбираешься, в вопросах снабжения тоже как-нибудь разберешься. Зарплаты у нас, прямо скажу, небольшие. Но и другое скажу, не пожалеешь. Понял? В общем, вечерком заеду, посидим за бутылочкой, обмозгуем. Согласен? — Не нужно, дядя Сеня, ко мне заезжать. Не получится из меня главного инженера и снабженца. Да и не пью я. Совсем поразился Бурлаков, и Сергей подумал, что и он сейчас подарит ему собаку. А с папаней твоим мы... Да, это сложно, не впишешься в коллектив. А, впрочем, в общем, подумай, а надумаешь? — Приходи! — Почему они все такие пьяные? — спросила Ольга, когда председатель колхоза уехал. — В армии пьют, но чтобы так и с утра... — Отчего умер твой отец? Он же был совсем молодым, шестидесяти не было. — Отравился техническим спиртом. — Потому ты и не пьешь? — В том числе. — Тебе это не нравится? Она только улыбнулась. — Пошли обедать. — Тащи Настюну от речки, а я пока на стол накрою. Но не успели они устроиться на кухне за дощатым, добила выскобленным Ольгой столом, как явилась целая делегация, человек пять бабулек, во главе с ближней соседкой, тетей Клавой, как называл ее Сергей еще с детства. — С поклоном мы к тебе, Сережа, от всего мира, — начала тетка Клава и в самом деле поклонилась. — Выручай нас, сирых. — А что такое? — Беда у нас. — Пастух наш, Никита, совсем запился, с кругу сошел, за все лето пять раз только стадо вывел, да и то буренку Авдотьевны потерял, еле нашли. А сейчас и вовсе черный лежит под крыльцом, только мычит. Взялся бы попасти наших коровок, а? Дело тебе знакомое, я ведь помню, как ты после школы до армии пас. — И ничего, хоть и совсем молодой был, а мы б тебе по очереди со дворов, как заведено, по три баллона молока каждый день приносили, хоть с утренней дойки, хоть с вечерней, как твоя хозяйка скажет. — Да куда же мне столько молока, — удивилась Ольга, — по девять литров в день, что я с ними буду делать? — Не скажи, голубушка, не скажи. Всегда творожок свежий будет, для дитя дело очень даже полезное. — Сметана, сливки, масло, опять же, свое, не из магазина. А какое масло в магазине? Маргарин, да и все. — Да не умею я масло делать. Научишься, дочка, покажем. Дело не хитрое, век сами сбиваем. Еще, Сережа, по десятку яичек каждый день переносить будем, али, как захочешь, картошечкой, лучком или свеколкой. Там, глядишь, и своего бычка или телочку заведешь. — Денег, правда, много платить не можем. Мы тут прикинули, по шесть тысяч со двора получится, а на семь не поднимемся. Как ты, Сережа, про это думаешь? — Сразу и не скажешь. — Тебе, может, Бурлаков в золотые горы сулил? — вступила в разговор другая бабулька. — Так ты, паренек, на его слова не поддавайся, жулик он и пропоится. Весной трактор Кировец на сторону комусь сплавил, самого, как гуся вода, а его главного инженера в тюрьму посадили. Вон, а какие у него золотые горы. И верно, и верно закивали бабульки. Сергей повернулся к Ольге. — Что скажешь, жена? — Смешно. — Но почему бы и нет? Решай. — Что ж, уговорили, согласен. — Слава тебе, Господи! — перекрестилась тетя Клава. — Дай Бог тебе, сынок, удачи. Только если бы ты уже завтра с утра стадо выгнал, а? Мужиков своих мы тебе пришлем, помогут избу подлатать. А кроком ждать не годится. Самый травостой сейчас. Только и время пожаровать. Как, Сережа? — Ну, завтра так завтра. Вот так и стал вчерашний капитан спецназа затопинским пастухом. С рассвета он собирал буренок из затопина и соседних полувымороченных деревень из луки и маслюки. Выводил в поймы на разнотравье, вымахавшее этим дождливым и теплым летом по пояс. К полудню пригонял к водопою на мелководье честный почти у самого своего дома. Пока стадо жировало, обкашивал купавые неудобицы, готовя сено на зиму для своей телки или бычка, если появится. А нет, на сено всего можно выменять — и дров, и картошки, и мясо. А иногда просто сидел на берегу, глядя, как на мелководье резвятся мальки, как медлительно тянутся по несильному течению длинные придонные травы, невольно щурился от отблесков солнца, щекотавших глаза. Душа, конечно, еще болела. Но это была уже не острая боль открытого живого огня. Все лечит время. Понемногу отгорала обида, отпускала мука за Тимоху, поослаб стальной обруч, сжимавший сердце. Даже для Ольги и Настены он начал находить нечастые еще улыбки. В один из таких дней, когда он уже собирался отгонять стадо от реки, к отмели рядом с ним причарила плоскодонка. Сухощавый мужик в ватнике и резиновых сапогах с седыми, коротко постриженными волосами бросил весла в уключинах, выскочил на берег и вытащил лодку на песок. Бог в помощь обратился он к Сергею. Как тут у вас, судачок, клюет? Лодки у него было полно рыболовной снасти. Сергей не ответил. — Эй, парень, клюет тут, я спрашиваю, — повторил мужик. Сергей поднял на него тяжелый взгляд. — Валил бы ты отсюда, полковник, — миролюбиво посоветовал он. — Говна здесь и без тебя хватает, а мало будет, на то у нас бык есть. — Да ты чего? — попробовал обидеться мужик. — Какой у тебя полковник? И чего это ты тут раскомандовался? Не говоря ни слова, Сергей сгреб непрошенного гостя за шиворот и за задницу, крутанул вокруг себя и зашвырнул в речку. В мужике было килограммов семьдесят, но и Сергей форму еще не потерял. После этого ссунул его плоскодонку в воду и ногой оттолкнул от берега. — Плыви! — предупредил. — Вернешься с двустволкой встречу. У нас тут демилитаризованная зона. Понял, Голубков? — Откуда ты меня знаешь? — спросил полковник, стоя по грудь в воде. — Ты в Чечне контрразведкой командовал, а два года назад в Ставрополье тактические учения проводил. — Однако память у тебя. Может, поговорим? — Не о чем нам с тобой разговаривать. — А я, между прочим, хотел тебе привет от Коли Дьякова передать. — От какого Коли, не понял, Сергей? — От полковника Дьякова Николая Дементьевича. Быстро ты своих командиров забываешь. — Я не забываю. Я просто не хочу их вспоминать. Можешь от меня тоже передать ему привет? — Может, все-таки поговорим? Сказано было не о чем. — А если я скажу, что твой друг Тимоха, лейтенант Варпаховский, жив? — Врешь. Я своими глазами видел, как он с моста сорвался. И все же уцелел. — Каскадер. Может, хоть из воды разрешишь выйти? — Вылезай. Голубков вытолкнул на берег лодку, которую уже начало понемногу уносить течением. Потом выбрался сам, таща на ногах плечи кувшинок и водяных лилий. — Что с ним? — нетерпеливо спросил Сергей. — Все расскажу, — пообещал Голубков. — Дай только сначала отжаться. Он скинул резиновые сапоги и вылил из них воду. Сбросил пудовые от воды ватник и штаны. С помощью Сергея выкрутил их, сколько смог, и растерил на камнях сушиться. Потом, стыдливо оглядываясь, выжал трусы и майку и снова натянул их на себя. День был солнечный, теплый. Вода в честь не успела прогреться, но после неожиданного купания кожа на щуплом теле полковника прошла пупырышками, а зубы поклацывали от холода. — Сергей снял с себя телогрейку и бросил полковнику. — Накинь. — Спасибо. — А закурить не найдется? — Не курю. — Жалко. — А то мои размокли. — Ладно. — Так вот, пастух, уцелел твой Тимоха. Несколько переломов ног, рук, сильное сотрясение мозга, что-то с позвоночником. Ну, в общем, выкарабкался. Сейчас у них в госпитале где-то в горах. — Как узнали? — спросил Сергей. — Разведка? — Нет. Они сами на нас вышли. Высчитали его, что он из твоей команды. А за твою голову, они, сам знаешь, миллион долларов назначили. Вот и предложили нам. — Обменять? — Нет. — Выкупить. — И заломили. Сначала триста тысяч баксов, потом сбавили до двухсот. — И в чем проблема? — спросил Сергей, хотя и сам понимал, в чем. — Если за каждого нашего пленного мы будем платить по двести тысяч баксов... — Лейтенант Варпаховский не каждый. Дело в принципе. Заплати за одного, всех остальных будут нам продавать. А когда у них останется с десяток наших, а у нас хоть тысяча их пленных, согласятся на обмен всех на всех, как это принято во всем мире. И нам придется согласиться. Такой вот пастух расклад. — Вы давно из Чечни? — спросил Сергей, невольно переходя на «вы». — Да уж месяца два. Перевели в Москву. Да ты можешь и на «ты», а не гордый. Или, если хочешь, по отчеству Константин Дмитриевич. — Откуда вы все это узнали? — Мней десять назад мне позвонил полковник Дьяков. Попросил меня найти твой адрес и сообщить о Тимохе. Он же знает, что вы были как братья. — А он что, моего адреса не мог в части узнать? — Нет больше твоего адреса в части. И нигде нет. Ни твоего, ни твоих ребят. И в компьютерах нет. Все ваши личные дела в архиве Минобороны. Там я твой адрес и узнал. Хотел написать. Да вот, выпал случай приехать. Судачка половить? Вроде того. — Знаешь, Константин Дмитриевич, мы все-таки не дипломаты. Поэтому давай карты на стол. Зачем? Приехал. — Дело к тебе, пастух, есть. И к твоим ребятам. Сергей поднялся. — Нет у нас никаких дел с российской армией. И никогда больше не будет. — Да ты сядь. Не кончен разговор. Я не от армии. — А от кого? — ФСБ? — И не от ФСБ. Не знаю, нужно ли говорить, но да ладно. Управление по планированию специальных мероприятий. Небось, даже не слыхал о таком? — Почему? — возразил Сергей. — Даже начальника видел. Высокий. С худым таким лицом. В золотых очках. Ходит в штатском. Зовут Анатолий Федорович. — Откуда ты его знаешь? — Пришлось встретиться. — Думаю, не меньше, чем генерал-лейтенант. С командующим разговаривал на равных. — Верно. Генерал-лейтенант. Волков Анатолий Федорович. — В чьем он подчинений? — Ни в чьем. Выходы прямо на Белый дом. Или на Кремль. А на кого именно, никто в управлении этого не знает. — Что ему от нас понадобилось? — Важное дело, пастух. Трудное. И очень опасное. И очень грязное, предположил Сергей. Скажем так, деликатное. — Так и возьмите у генерала Жеребцова его мордоворотов. Они любят деликатные дела. — У генерала Жеребцова уже ничего не возьмешь. Погиб он. Подорвался на мине, на окраине Грозного, у нашего блокпоста. — Как там могла оказаться мина? — Это интересный вопрос. Саперы сказали, обычная противопехотка. Но мне почему-то не больно в это поверилось, послал своих спецов. Никакая это была не противопехотка. Безоболочковое взрывное устройство с радиоуправлением новейшей конструкции. Всего десять штук поступило на спецсклад. Первая опытная партия. А после этого осталось только девять. — Когда это было? — Как раз вечером того дня, когда вас уволили и вывезли в Ставрополь. — О, он даже как. Сергей надолго задумался, потом спросил. — Значит, ваш Волков считает, что только мы можем справиться с этим делом? — Нет. — Это я так считаю, — поправил Голубков. — Но он со мной согласится. У него просто нет выбора. — Почему именно мы? — Во-первых, профессионалы. А во-вторых, и это главное, вы — никто. — Не имеете никакого отношения ни к армии, ни к ФСБ, ни к каким спецслужбам. Кто ты? Пастухи только. А твои ребята — обыкновенные обыватели. Ну, служили когда-то в армии. А кто из молодых ребят не служил? — Значит, мы будем работать без прикрытия. — Да, полностью на свой страх и риск. И если провалитесь, рассчитывать вам не на кого. — Веселенькая перспектива. — Насколько важно это дело? — Если группа создается за полчаса в усиленном составе, а сам начальник управления лично курирует операцию, важно это дело? Форс-мажор! — Мы сделаем то, что нужно, — помедлив проговорил Сергей. Но только после того, как выкупят Тимоху и доставят сюда. Голубков с сомнением покачал головой. — Вряд ли Волков на это пойдет. — Значит, и никакого дела не будет. Но я так думаю, что пойдет. Скажите ему, что лейтенант Варпаховский знает все о программе «Помоги другу». — Что это за программа? Вы ничего не знаете о ней? — Даже края муха не слышал. — Вам повезло. А Волков слышал. И если Тимохе надоест гнить в чеченском зиндане, и он расскажет об этой программе, Волкову недолго останется ходить в генерал-лейтенантах и начальниках управления. — А ты не перебарщиваешь? — усомнился Голубков. — Жеребцову провал этой операции стоил жизни. Тимоха знает, конечно, намного меньше, но Волкову и этого хватит. И он это понимает. — В опасные игры играешь, Серега? — Не я их начинал. — Что ж, доложу. Посмотрим, что из этого выйдет. — Посмотрим, — согласился Сергей. Голубков подошел к лодке, вытащил из кормового отсека завернутый в целлофан портативный радиопередатчик и сказал в него несколько слов. Через три минуты откуда-то из-за речной ложбины поднялся легкий вертолет и опустился на пригорке, распугав шумом своего двигателя коров. Голубков сунул голые ноги в резиновые сапоги, сгреб в окапку штаны и ватник и, вернув Сереге его телогрейку, зашагал к машине. — А лодка! — крикнул ему вдогонку Сергей. Голубков махнул рукой. — Себе оставь! Может, когда и выберусь порыбачить. Он скрылся в люке, вертолет взмыл и ушел в сторону Москвы. Ольга, хлопотавшая возле избы, проводила его взглядом и с тревогой спросила Сергея, кто это был. — Так? — Знакомый! — Неопределенно отозвался он. Передал привет от полковника Дьякова. И он защелкал кнутом, сбивая в кучу стада и отгоняя его на Сухотину. Через три дня другой вертолет, потяжелее, военно-транспортный, сполошил гулом двигателя всех дворнях в округе и взребил воду в тихих заводях честный. Он опустился на том же пригорке, неподалеку от пастуховской избы. А когда двигатель заглох и словно бы опали лопасти, из сдвинутого в сторону люка выставили лесенку, потом четыре солдата осторожно снесли по ней инвалидную коляску и поставили ее на землю. В коляске сидел Тимоха, лейтенант Тимофей Варпаховский, в парадной форме с медалью за отвагу и орденом мужества. Худущий, бледный, небритый, живой. Ольга, как увидела его, так сначала глазам своим не поверила, а потом ахнула и разрыдалась, обнимая его и уткнувшись лицом в его колени. А Тимоха лишь смущенно улыбался, глазил ее короткие черные волосы и бормотал. — Да что ты, Оль! Натуре, ну перестань! Все путем! Я уже ходить немного могу! Ну, Оль, слышь, кончай плакать! Следом за солдатами из вертолета появился полковник Голубков. На этот раз он был в сером костюме, сидевшем на нем как-то наперекосяк, будто бы пиджак был застегнут не на ту пуговицу. А с ним еще один штатский, лет тридцати, накачанный такой малый, с хорошим, открытым лицом. Голубков пожал Сергею руку, представил спутника. Майор Васильев, он в нашей группе, Вадим Алексеевич. Просто Вадим, поправил тот, здороваясь с Сергеем. А вы, значит, и есть тот самый пастух? Много о вас слышал. — Ну что, Серега, твое условие выполнено, проговорил Голубков. Может, пора нам и о деле поговорить? Сергей кивнул. Теперь можно. Часть третья. Святые угодники! Если бы кто-нибудь сказал, что мне предложат такое дело, и я за него возьмусь, даже не знаю, куда бы я послал этого провидца. Но очень далеко. Очень. Я и теперь не взялся бы за него ни за какие коврижки, если бы не Тимоха. Они сделали сильный ход. Очень сильный. И выйти из игры я уже не мог. И главное было совсем не в том, что мы должны будем работать в чужой стране, о которой ни черта не знаем, кроме того, что там танцуют сертаки, и не в том, что без какого-либо прикрытия. Про оружие я не говорю, какое там может быть оружие. И если бы нужно было выкрасть или, как выразился полковник Голубков, переместить какого-нибудь бандюгу, мафиози или агента двойника, вопросов бы не было. Но речь-то шла совсем о другом человеке, об Аркадии Назарове, который во время путча девяносто первого года нес от биржи стометровый российский флаг, который стоял рядом с Ельциным на танке возле Белого дома и который через несколько месяцев после этого сказал Ельцину прямо в лицо перед десятками телекамер, «Борис Николаевич, своим бездействием вы просрали нашу победу». Он, конечно, не совсем так сказал, но смысл был именно такой и все это поняли. В том числе и сам Ельцин. И этого человека не санкционировано переместить в Россию? Полковник Голубков излагал суть дела короткими фразами, без рассуждений, так, как ставят боевую задачу. Но мне показалось, что немногословие его вызвано другим, стремлением поскорее с этим покончить. Таким образом, ваше задание состоит из трех частей, подвел он итог. Первое. Блокировать контакты объекта с третьими лицами. Второе. Обеспечить безопасность объекта. Это одна из важнейших задач операции. И, наконец, третье. Переместить объект в пункт, который будет указан вам позже. Вопросы есть? По первым двум частям нет. По третьей. Чем вызвана эта необходимость? Спросил я. Не в курсе. Вот как? Мы солдаты, Серега. Нам отдают приказ, мы выполняем. Каждый солдат должен знать свой маневр. Это еще Суворов сказал, напомнил я. Свой, подчеркнул Голубков. Даже Суворов не объяснял гренадерам общий замысел. Я не гренадер, а вы не Суворов. Если я что-то делаю, я должен понимать, для чего. Кто в курсе? В управлении, думаю, только сам Волков. Я хочу с ним встретиться. Голубков кивнул. Доложу. И еще, продолжал я, мне нужна вся информация, которая у вас есть. Досье, агентурные данные, все остальное. Это сверхсекретные документы. Константин Дмитриевич, мы можем работать без оружия, мы можем работать без прикрытия, но с завязанными глазами не можем, и никто не может. Он прав, заметил майор Васильев, молчаливо присутствовавший при разговоре. Но я же не могу дать ему допуск, и Нифонтов не может, это наш начальник объяснил мне Голубков, генерал-майор. Волков может, не отставал я. Он да конечно может, пусть он и даст, мне без разницы от кого я получу документы, хоть от вашей уборщицы. Голубков поднялся с бревна, на котором мы сидели. Попробую с ним связаться, сказал он и направился к вертолету. Хорошие у вас тут места, заметил майор Васильев. Тишина, простор. Настоящая Россия, а там церковь, кивнул он в сторону заулка, где виднелись три купола, один большой и два поменьше, поблескивающие в закатном солнце по золотой крестов. Да, спас заулок. Действующая? Действующая. Это хорошо. Бабка моя говорила, если храм стоит, значит, земля живая. Я гляделся. Солдаты подтащили коляску с Тимохой к избе. Ольга уже поела его молоком. Молоко здесь было такое, что к утру в банке набегало сливок на четыре пальца. На нем Тимоха быстро отъестся. Буренки, пользуясь недосмотром, разбрелись по всему берегу честны. Я взял кнут и направил стадо в пойму. Когда я вернулся, майор Васильев стоял у бревна и курил сигарету. Богатый у тебя кнут, оценил он. Еще дедовский. Настоящая сыромять, четыре с половиной метра. Ловко ты им управляешься. Трудно, наверное. Чего тут трудного, удивился я и выщелкнул кончиком кнута окурок прямо у него изо рта. Он отпрянул, а потом рассмеялся, обнажив ровные белоснежные зубы. Ты прям ковбой, лихо. Дай попробовать. Ну, попробуй, сказал я и на всякий случай отошел подальше. Майор примерился к кнуту, с ворсом размахнулся и врезал себе по заднице так, что бросил кнуты вещи и обеими руками схватился за ожженное место. Полковник Голубков, подоспевший от вертолета, только головой покачал. Пацаны, да и только. Беги, переодевайся, кинул он мне. Волков встретится с тобой в двадцать пятнадцать. К чему такая спешка? Удивился я. К тому. Есть свежая информация. Зафиксирован телефонный звонок. Завтра с компаньоном Назарова встречается какой-то тип. Скорее всего, эмиссар КПРФ. Вероятно, будет договариваться о встрече с самим Назаровым. Нужно успеть предотвратить этот контакт. Ну, я не могу так сразу. Надо найти, кто бы меня подменил. Стадо без присмотра не бросишь. Боже ты мой! Какой только ерундой не приходится заниматься. Голубков, конечно, не совсем так выразился, но в этом смысле. Он повернулся к майору. Вадим Алексеевич, в километрах в пятнадцати отсюда воинская часть. ПВО. Мы тебя высадим возле нее. Возьмешь у командира машину и двух солдат. Молодых деревенских и привезешь сюда. Пусть ходят за стадом, пока Сергея не будет. А не будет его дней десять. Сам потом доедешь до Луховиц, а там электричкой до Москвы. Где же они будут жить, спросил я. Палатку поставят. У тебя связь с ребятами есть? Адреса. У артиста, мухи и трубача телефоны. За сколько ты их сможешь собрать? Ну, дня за три. Отставить. День на все. Послезавтра вы должны вылететь в Некосию. Самолет восемнадцать тридцать из Шереметьево два. Больно ты шустрый, Константин Дмитриевич. Док в Подольске живет, а Боцман вообще в Калуге. Получишь машину? Хорошую. И с хорошим водителем. С рассветом выйдешь, быстро обернешься. А загранпаспорта, визы, билеты не твоя забота. Три минуты на сборы, паспорт не забудь. Везбей натянул джинсы и коричневую кожаную курточку, купленную по случаю в Грозном у какого-то турка, всунул ноги в кроссовки, показал Ольге, где лежат деньги, остатки моего последнего офицерского жалования. Опять в Чечню упавшим голосом спросила она. Не боже мой, совсем в другую сторону. На Кипр не врешь. Разве я тебе когда-нибудь врал? А то нет. Всю дорогу рекогностировка, рекогностировка, а потом я узнаю, что за твою голову назначили миллион долларов. Жалко ко мне не пришли. Я бы, может, и продал. А что, с миллионом баксов можно и без головы прожить. Живут же многие. Было бы куда водку лить. Куда же ее лить, если рта нет? Никаких проблем. Можно и через задницу, как водители дальнобойщики. Засадил клизму граммов двести, и запаха никакого, и полный кайф. Извини, шутка, конечно, казарменная. Больше не буду. Ну, постараюсь. Да я уж привыкла. В том месте, которое ты назвал Кипром, там действительно не стреляют? Да они и слова такого не знают, заверил я. Они сертаки танцуют. Когда им стрелять? И что ты там будешь делать, что и все танцевать сертаки? Перед отлетом заедешь? Не знаю. Может быть, постараюсь. Я поцеловал ее и Настену обнял Тимоху. Как же вы будете без меня? Спросил он, и в голосе его была такая тоска, что мне стало не по себе. Без тебя, Тимоха, нам будет, конечно, очень трудно, ответил я. Но у тебя сейчас другая задача. Приходить в норму, чтобы к нашему возвращению сто метровку за десять секунд бегал. Приказ ясен. Так точно, капитан. Так то лучше. Минут через десять после того, как мы взлетели, вертолет снизился у КПП воинской части, о принадлежности к которой к ПВО говорили огромные полусферы радаров. Здесь майор Васильев выпрыгнул, а мы взяли курс на Москву. Еще через час, пересев на военном аэродроме с вертолета в неприметную серую Волгу, въехали в Москву и остановились возле жилого дома где-то в районе Гальянова. На восьмом этаже полковник Голубков отпер своим ключом стальную, обшитую простеньким дерматином дверь и посторонился, пропуская меня внутрь. Это была обычная трехкомнатная квартира с узкой прихожей и десятиметровой кухней. Но обставлена она была как присутственное место. Лишь в самой большой комнате были не столы, а четыре кровати с тумбочками, заправленные без особых затей, отчего комната напоминала офицерское общежитие. «Мы сюда баб вводим», — с усмешкой объяснил мне полковник Голубков, хоть я его ни о чем не спрашивал. Я кивнул. Понятно, каких баб они сюда наводили. В кухне сидел какой-то молодой парень в штатском и читал известия, придерживая страницы одной рукой. Вторая лежала у него на коленях на черном атташе кейсе, а от ручки кейса к запястью тянулась короткая стальная цепочка. При нашем появлении он молча встал, открыл шифрованные замки и передал Голубкову толстую серую папку, после чего опустился на тонконогий кухонный табурет и вновь принялся за газету. Голубков провел меня в одну из комнат и положил папку на письменный стол. «Садись, вникай, записей никаких, вопросы можешь задавать». «А где Волков?» спросил я. «Подъедет. Сейчас 19.05. Времени у тебя хватит». Я развязал тесемки и раскрыл папку. Вопросы у меня появились довольно быстро, и хотя я понимал, что Голубков ответить на них не сможет, один все-таки задал. «Свежая информация. От кого?» «Есть там человек». «Резидент?» «Да». «В Никосии?» «В Ларнаке». «Это на южном берегу Кипра. Объект живет там. Снимает виллу в пригороде на берегу моря». «Этот резидент ваш?» «Из управления?» «Нет». «ФСБ?» «Служба внешней разведки?» «Не важно. В этой операции он работает на нас». «У нас с ним будет связь?» «Нет». «У него с вами?» «Будет». «Конкретно с тобой». «Если позвонят и попросят Сержа, это он и есть. Так что насчет информационного обеспечения не беспокойся». «Насчет этого я не очень не беспокоился. Беспокоило меня совсем другое». «Шесть человек на это дело не слишком ли много?» «Начальство решило нет». «Ты что, не хочешь дать своим ребятам немного подзаработать?» «Немного?» «Не хочу», ответил я. «Хочу много». Глубко усмехнулся. «Тем более». В начале девятого я покончил с документами и закрыл папку. Голубков отнес ее на кухню и передал штатскому. Тот спрятал папку в кейс, защелкнул замки и вышел из квартиры. И все это без единого слова. Ровно в двадцать пятнадцать стукнула входная дверь и вошел Волков. Видно, и у него был свой ключ. Он был в светлом летнем костюме и почему-то не в надетом, а лишь в наброшенном на плечи легком плаще. После нашей встречи в Грозном, в кабинете командующего армией, он нисколько не изменился. Да из чего бы. Времени-то всего прошло чуть больше двух месяцев. При его появлении Голубков встал. Поднялся и я, сработала многолетняя армейская привычка. «Добрый вечер», поздоровался Волков. «Здравия желаю», ответил Голубков. «Познакомьтесь, Анатолий Федорович, это Сергей Пастухов». «Мы знакомы». «Садитесь, товарищи. Рад, Пастухов, что вы согласились поработать на нас. Не сомневаюсь, что ваша команда справится с этим делом. У вас есть вопросы ко мне? Задавайте. Все, потому что больше мы с вами не встретимся». Я начал с главного. «Что будет с Назаровым, когда мы доставим его в Москву?» «Не в Москву», возразил Волков. «Ваша задача переместить его в Россию, а еще точнее на польско-белорусскую границу в указанном месте». «На польско-белорусскую границу?» переспросил я. «С детальной разработкой он еще не знаком», объяснил Голубков Волкову. «Понятно», кивнул тот. «И все-таки, повторил я, рано или поздно он окажется в Москве». Волков, видимо, понял, что хочет он того или нет, отвечать на мой вопрос придется. «Попробую объяснить, хоть это и не мой вопрос. Как вы, надеюсь, поняли из этих документов», указал он взглядом на письменный стол, словно бы на нем еще лежала серая папка, «Наш объект фигура весьма крупного масштаба, человек широко известный и популярный на Западе и в среде нашей либеральной интеллигенции с прочным имиджем деятеля демократического толка». «Я и раньше об этом знал», заметил я. «И как вы оцениваете его деятельность?» «Насчет всей деятельности не скажу, не в курсе, но он мне нравится. А вам?» «Я отдаю должное его организаторским способностям и умению мыслить государственными категориями», уклонился Волков от прямого ответа. «Так вот, разногласия нашего объекта с Борисом Николаевичем Ельциным уже давно дают недоброжелателям на Западе и оппонентам внутри страны возможность трактовать их как отход президента от провозглашенной им политики реформ. После неудачного покушения на господина Назарова наши контрагенты усилили пропагандистскую кампанию, обвиняя высшее руководство страны в попытках возродить практику политического террора. Понятно, что это наносит ущерб престижу России, и мы не можем с этим мириться». «Кто организовал взрыв яхты Анна?» «Я ожидал, что вы зададите этот вопрос. У нас нет сомнений, что это дело рук конкурентов Назарова или его партнеров по бизнесу». Я промолчал. «Если бы это было поручено нашим спецслужбам, как заявляют некоторые западные газеты, он бы не уцелел». «Счел нужным добавить волков». Я хотел снова промолчать, но это было уже как-то неудобно, и я кивнул. «Ну, допустим». «Наша задача таким образом обесценить карты наших противников», продолжал Волков, решив, видно, что его доводы меня убедили. «Это можно сделать разными путями. Один из них организовать встречу господина Назарова и Бориса Николаевича, не один на один, конечно, а в ходе какого-нибудь мероприятия, и показать ее по телевидению, чтобы все убедились, что господин Назаров и президент общаются как уважающие друг друга политические деятели». Есть еще один вариант. Если вы внимательно читали документы, то должны были обратить внимание на проект Назарова по восстановлению нефтяносности наших загубленных и истощенных месторождений. Он хочет осуществить его с немецкими партнерами. Мы предложим ему средства Центробанка или уполномоченных коммерческих банков. Дадим соответствующие гарантии. Эффект понятен. Россия получает миллионы тонн нефти, открываются десятки тысяч новых рабочих мест, а господин Назаров активно включается в деловую жизнь России и руководит своими фирмами и предприятиями не из Женевы или Лондона, а из Москвы. После этого его уже никому не удастся использовать в политической игре. Я ответил на ваш вопрос. Я спросил, если все так, для чего вообще эта операция с перемещением? Почему бы просто не объяснить все это самому Назарову? Может быть, это его убедит добровольно вернуться в Москву? Объясните. Ничего не имею против. Это было бы идеальным решением. Вы прекрасно понимаете, что это должен сделать не я. А кто? Сам президент? Или человек достаточно близкий к нему? Не уверен, что такой человек согласится лететь на Кипр для переговоров с Назаровым и не очень уверен, что эти переговоры могли бы кончиться успехом. По-вашему, Назаров будет сговорчивей, если мы привезем его со связанными руками и ногами и с кляпом во рту? Послушайте, пастухов, проговорил Волков, мы не о том сейчас говорим. Я имею определенные указания и обязан их выполнить. Обсуждать последствия этой акции не в моей компетенции и не в вашей. Давайте в этих рамках и вести разговор. У вас есть конкретные вопросы? У меня были конкретные вопросы и не один. Но я понял, что он будет отвечать на них также, поэтому сказал нет. В таком случае давайте обсудим размер вашего гонорара за эту работу, предложил Волков. По пятьдесят тысяч баксов каждому сказал я, плюс все расходы. Вы сможете обосновать эту цифру? Вам кажется, что это слишком много? Я сейчас не говорю о том, много это или мало, возразил Волков. Я хочу понять, откуда она взялась. Просто потому, что это красивая круглая цифра или еще почему? Если мы попадемся на этом деле, все или один из нас, то получим по двадцать лет тюрьмы. Наши семьи должны будут на что-то жить. Пятьдесят тысяч на двадцать лет это чуть больше, чем по миллиону рублей в месяц. Не ахти что, но прожить можно. В вашем обосновании мне больше всего не нравится слово «если», заметил Волков. «Если бы вы знали, как оно не нравится мне», ответил я. «Но мы должны считаться с этой возможностью». «Мы уже заплатили двести тысяч долларов за лейтенанта Варпаховского», напомнил он. «Вы заплатили не нам. Вы просто оплатили его работу в Чечне и гораздо дешевле, чем она стоит. Кстати, вы вышибете его из армии так же, как нас? Нет. он будет уволен по состоянию здоровья». «И на том спасибо», сказал я. Волков ненадолго задумался, потом спросил, «Как я понимаю, вы не даете мне выбора». «Нет». «Что ж, я вынужден согласиться. Пятьдесят процентов сейчас, пятьдесят после завершения операции. Мы откроем для вас валютные счета в Сбербанке». Никаких Сбербанков, никаких счетов, никаких пятьдесят процентов. Все вперед и наличными. Вы не доверяете мне? Конечно, нет. Если бы я имел с вами дело как с частным лицом, я бы подумал, как ответить. Но вы представитель государственного учреждения. А сейчас в России госучреждениям доверяют лишь последние идиоты. И их становится все меньше. На этот раз он думал чуть дольше. Наконец кивнул. Я вынужден согласиться и с этим. У нас есть еще невыясненные проблемы? У меня нет. И у меня нет. Он встал. Желаю удачи. И тоже сказал я. Голубков вышел его проводить. Его не было минуты четыре. Видимо, Волков давал ему какие-то ЦУ. Потом полковник вернулся. Крепко ты взял его за горло, отметил он, и неясно было, чего больше в его тоне, одобрения или осуждения. Надеюсь, ответил я. А как он отвечал на твои вопросы, а? Ни одному его слову не верю. Да? Ну-ну. Неопределенно отозвался Голубков и как-то словно бы искоса с интересом посмотрел на меня. И вновь я не понял, одобряет он или осуждает мои слова. Ладно, пастух, отдыхай. Смотри телевизор, а еще лучше спать пораньше ложись. Машина за тобой придет в пять утра. Ключ от входной двери у водителя есть. Когда соберешь ребят, дашь мне знать. Встретимся здесь. Как я с вами свяжусь? Водитель знает. Спокойной ночи, Серега. Спокойной ночи, Константин Дмитриевич. Когда он ушел, я вытащил записную книжку и подсел к телефону. Нужно было вызвонить артиста, муху и трубача, чтобы завтра не тратить на это время. Но мертвая тишина. Телефон был отключен. Я сунулся было позвонить из уличного автомата, но дверь была заперта и не отпиралась изнутри. Мощная дверь, динамитом ее только и возьмешь. Крепкие решетки на окнах, однако. Я к Кипру даже на метр не приблизился, а уже сидел в тюрьме. Что у них за порядки такие? Ай, хрен с ними решил я. Пощелкал кнопками телевизора, но глазу не за что было зацепиться, поэтому плюнул на развлечение, залез под душ, а потом завалился на одной из кроватей в большой комнате. Все-таки встал я сегодня с петухами, а завтра предстоял хлопотливый день. Часть четвертая. К Калуге мы подъехали в половине восьмого утра. Еще минут сорок потеряли, пока искали улицу фабричную, на которой жил боцман. Полковник Голубков не соврал. Машину нам дали классную. Лучше не придумаешь. Серебристый джип-патрол с двигателем восьмеркой, мощностью не меньше трехсот сил. И водитель был под стать тачке. Лет тридцати, плотный, как молодой подберезовик, в штатском, но явно с армейской выправкой. Старлей или даже капитан. Но он не сказал, а я не стал спрашивать. Назвался он просто Валера. Ну, Валера и Валера. Лишь бы дело знал. А он его знал. На свободных участках патрол разгонялся километров до двухсот. Сонные гаишники даже жезл не успевали поднять и заверещать свисток. Но информацию на соседние посты о злостном нарушителе скоростного режима почему-то не передавали. А может и передавали, но там не решались задержать нас. На джипе не было никаких ментовских прибамбасов вроде мигалок или сирен, но возможно в номере с виду вполне нормальным была какая-то циферка, означавшая, что это машина спецслужбы. Или по-другому рассуждали. Если человек прет таким нахалом, значит имеет на это право. И если бы не запрудившие все шоссе фуры и тяжелые грузовики, снявшиеся с позаранку с ночных стоянок, мы были бы в Калуге уже часов в семь утра. Но дорога, это дорога, у нее свой отсчет времени. В общем, когда я поднялся на пятый этаж блочной хрущевки без лифта и позвонил в нужную дверь, жена боцмана сказала, что Митя уже уехал на работу. Он с девяти но добираться на двух автобусах, а они плохо ходят. К тому же час пик, все на работу едут. Митя. Дмитрий Хохлов. Боцман. Где он работает? Спросил я. Охранником в пункте обмена валюты. Возле автовокзала слева там вывеска издалека видна. А вы кто? Мы вместе служили. Я Сергей Пастухов. Она недоверчиво посмотрела на меня. Вы и вправду пастух. Надо же. Митя много про вас рассказывал. Я думала, что вы как этот Шварценеггер. А вы самый обыкновенный, даже не слишком из себя видный. Но спасибо, сказал я. Боцману было двадцать шесть лет, а жене его я дал бы не больше двадцати. Красавицей я бы ее не назвал, но было что-то в ее круглом, чуть скуластеньком лице, какой-то затаенный внутренний свет, который пробивался даже сквозь утреннюю будничную озабоченность. Их трехлетний сын, полуодетый к детскому саду, крутился тут же в тесной прихожей, на пороге, которой мы разговаривали. Он был весь в Боцмана, такой же чернявый, бука-букой, тоже весь в отца. — Ты чего такой строгий? — спросил я его. Он посмотрел на меня из-под лобья и юркнул за юбку матери. Она улыбнулась, чужих стесняется, как и Митя. — Ну, как он? Она поняла, что я имею в виду. — Да как тебе сказать, Сережа, днем молчит. Ночью иногда вскакивает и орет, вернее, наоборот, сначала орет, потом вскакивает, а потом сидит на кухне до утра, кулак на кулак и лбом на них или подбородком, и взгляд иногда как у рыси. Она посмотрела на меня и добавила, как у тебя испортила вас эта война. — Хоть вернулись, и то, слава Богу. — Извини, мне на работу к девяти, а еще Саньку в садик нужно. — Может, подвезти, предложил я, у меня машина внизу. — Да нет, тут рядом мы дворами ходим, а обменный пункт сразу найдешь, и автовокзал каждый покажет через центр на другом конце города. Автовокзал мы нашли быстро, и вывеску обменника тоже увидели издалека. Я велел Валерия остановить машину в метрах в тридцати, и подошел к обменному пункту. Он располагался в торце какого-то дома, входная дверь была открыта и подперта колышком, внутри была пусто в этот ранний час, нужды продавать или покупать доллары ни у кого еще видно не было. По предбаннику от стены к стене бродил боцман, иногда останавливаясь и во всю пасть зевая. Он был в серой униформе правопорядка, только ботинки у него были наши, спецназовские. Я выждал, когда он повернется и окажется спиной к входной двери, проскользнул внутрь и сзади положил ему руку на плечо. Замри, парень, это ограбление. И не успел договорить, как уже лежал мордой в пол, радуясь, что на линолеум еще не успели натащить грязи, а ботсман сидел на мне верхом и деловито защелкивал на моих запястьях наручники. Я вывернул шею. Ботсман, твою мать! Он ахнул. Ты! Мгновенно сбросил с меня браслетки и рывком поставил на ноги. Что такое, Дима? Спросила из узкого зарешоченного окошка кассирша. Все в порядке. Какой-то алкаш думал, что это палатка. И мне быстрым шепотом. Машина есть? Есть. Я сейчас ей скажу, что хочу налить кофе. Она откроет дверь. Сразу бей меня по кумполу и входи. Кнопка тревоги у нее под столом слева. Он сунул мне тяжелый газовый пистолет, похожий на кольт 38-го калибра. Только без дураков бей. Пушку потом брось, пальцы сотри. Начали? Ботсман, изумился я. Обалдел. В самом деле решил, что я хочу взять вашу вшивую кассу? А нет? спросил он, словно бы даже разочарованно. Тогда здорово, Серега. Здорово, Димка. Мы обнялись. Опять этот пьяный, спросила кассирша, пытаясь углядеть через свою амбразуру, что происходит в предбаннике. Может, наряд вызвать? Не нужно. Просто старого друга встретил. Скажи, чтобы она вызвала тебе подмену, подсказал я. Насколько? Я немного подумал и ответил. Повезет навсегда. Не повезет лет на двадцать. Какие дела? Узнаешь. Чечня? Нет. Больше он вопросов не задавал. Так уж нас повелось. Все знали. Придет время, скажу. Мы смотались на патруле за сменщиком боцмана, потом заехали на фабричную, боцман переоделся и взял паспорт. Из автомата позвонил на работу жене, сказал, что уедет ненадолго в Москву. Недели на две, уточнил я. Недели на две, повторил он в трубку, немного послушал и сказал, я тебя тоже. И вышел из будки. На обратную дорогу мы потратили больше трех часов, хотя Валера шел на такие обгоны, что мы с боцманом судорожно хватались за ручки и упирались ногами в пол, ожидая лобового удара. Но дело Валера знал не хуже Тимохи. В Подольске мы довольно быстро нашли дом Дока, но на звонки никто не отвечал. Позвонили в соседнюю квартиру. Какая-то тетка долго рассматривала нас через дверной глазок, расспрашивала, кто мы и что, а потом все-таки сказала, что доктор Перегудов сейчас на дежурстве, а работает он на центральной подстанции скорой помощи. Но доктора Перегудова там никто не знал. Санитар Перегудов да, есть, а доктора нет. Он сейчас на вызове, сообщили нам в диспетчерской, вот-вот должна вернуться машина. Вот-вот растянулись на полчаса. Наконец во двор подстанции въехала скорая. Дежурный врач пошел в диспетчерскую за новым нарядом, а два санитара присели на скамейку и закурили из красной пачки примы. А в Чечне док курил Мальбора. Такие-то вот дела. Доктор Перегудов строго сказал я, подойдя к скамейке. С этой минуты вы уволены без выходного пособия. Узнав нас, он заулыбался, но все же спросил «За что?» «За служебное несоответствие. Хирургу таскать носилки это все равно, что генералу чистить картошку. Жрать захочет, так и почистит, рассудительно ответил док. А что было делать? Объяснил он, когда мы, покончив с его делами, двигались к Москве. В подольских больницах вакансий не было, а ездить каждый день в Москву на дорогу больше потратишь, чем заработаешь. Вот и устроился санитаром. А что? Работа грязная, но вполне честная. Вот примерно такая работа нас всех и ждет, сказал я, но в подробности вдаваться не стал. Да и не при водителе же это делать. Валера попросил я его тормозни у автомата. «Зачем?» спросил он и из бокса между передними сидениями извлек трубку какого-то крутого телефона. «Звони». «Хочешь в Лондон?» «Хочешь в Австралию?» «А просто в Москву?» «Можно?» «Можно даже в Москву», подтвердил он. Я набрал номер мухи. Ответила его мать. К счастью, я ее знал. Она приезжала навестить сына, когда он лежал с небольшим ранением в нашем госпитале и даже помнил, как ее зовут Алена Ивановна. Она тоже меня вспомнила. «А знаете, Сережа, Олежки нет дома. Он работает». «Где?» «Как-то даже неудобно говорить. Он газеты продает в электричках». «Чего же тут неудобного? Ни наркотики же. Возразил я, хотя ее слова не слишком-то меня развеселили». «На каком вокзале?» «На Казанском. Галутвин, Черусти, Шатура, в этих электричках. Спасибо, Алена Ивановна». «Так, теперь трубачу. Я начал набирать номер, но док остановил меня. Коли можешь не звонить, он тоже уже на работе». «А чем он занимается?» «Любимым делом». «Шмаляет из калаша?» «В Москве удивился я. В кого?» «Нет». «Играет. На саксофоне. Днем на Старом Арбате. А вечером, или когда погода плохая, в подземном переходе на Пушкинской. Я там его однажды случайно встретил». «И как он?» «Да как и все», неопределенно ответил док. «Ладно, трубача мы отловим позже», подумав, решил я и позвонил артисту. Мужской, с легкой старческой хрепотцой голос, отец, понял я, профессор Злотников, объяснил, что Семен в театре на репетиции. Хоть один на своем месте отметил я. Правда, про такой театр «альтер-эго» мне никогда слышать не приходилось. А когда профессор Злотников сказал, что он в Кузьминках против универмага Будапешт, я и вовсе озадачился. «Какой может быть театр в Кузьминках?» «Там может быть барахолка у Будапешта, штук пять пивных и жуткие черные очереди на автобусной остановке в час пик. Но только не театр». Правда, в этом я мало что понимал. По театрам меня немного потаскала Ольга, когда я был курсантом, а она училась в Гнесинке. Но этого было явно мало, чтобы чувствовать себя знатоком. Ну, Кузьминки так Кузьминки. Театр там, как ни странно, действительно был. Огромное, полукруглое здание на пустыре против Будапешта, явно не слишком давно построенное. Афиши и рекламные плакаты извещали, что здесь можно по сниженным ценам купить видеотехнику, парфюмерию и много чего еще. Но и для театра место все же осталось. Даже не для одного. Там был какой-то московский областной, еще один областной драматический, а рядом с ними и этот самый Альтер Эго. Второе Я. Театральная экспериментальная студия. Ближайшая премьера У.Шекспир Гамлет. Спонсоры Администрация Чукотского национального округа и московское представительство французской фирмы Шанель. Нихрена себе! И кто это сказал, что в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань? Или в этом случае вернее будет оленя? Результатами этого театрального эксперимента заинтересовался даже невозмутимый Валера. Он оставил патрол у главного входа и включил охранную сигнализацию. Поплутав по лестницам и фойе, мы на цыпочках вошли в зал, где шла репетиция альтер-эго и пристроились в заднем ряду. В зрительном зале свет был погашен. Освещалась лишь пустая, без декораций сцена и режиссерский пульт в проходе у первых рядов. Возле пульта стоял какой-то человек и давал указания осветителям. Лучи софитов побродили под ощатому полу и серым кулисом и сошлись на актере, который в полном одиночестве стоял посреди сцены с кинжалом в руках, скорее бутафорским, а может и настоящим. Это и был экс-лейтенант спецназа Семен слотников, он же артист. Текст приказал ему снизу от пульта режиссер. Артист приблизился к рампе, помолчал и начал монолог. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Что благородней, духом покоряться прощам и стрелам яростной судьбы или ополчать на море смут, сразить их противоборством? Стоп, остановил его режиссер, и снова не так, не то, не то. Он резво побежал по проходу и поднялся на сцену. Категорически не то. Вы произносите монолог так, словно для вас не существует вопроса. Вы заранее отвергаете эту трагическую возможность не быть, вы презираете ее, Сеня, дружочек. Откуда у вас эта агрессивность? Вы же интеллигентный еврейский мальчик, это должно быть противно вашей сути, если хотите даже сути национального характера. Но почему, попытался возразить артист, еврейские мальчики в войне судного дня раздолбали арабов всего за шесть дней? Режиссер решительно затряс головой. Я не о том, совсем не о том. ваш герой принц датский гамлет, а не израильский штурмовик. Двойственность, вечный разлад в душе, мучительная борьба не с арабами, а с самим собой, со своим вторым я. У вас есть этот душевный разлом, я это почувствовал на просмотрах и поэтому взял вас на эту роль, эта величайшая роль. и самая загадочная в истории мирового театра, я разгадал эту загадку. Я нашел на нее ответ. Наш гамлет станет сенсацией на всех сценах мира. В чем же ответ? Нет, дружочек, нет, и еще раз, нет, вы сами должны найти его, я могу вам в этом только помочь. Вы успеваете записывать? Неожиданно обернулся он к темному зрительному залу. Он нас, что ли, спрашивает? удивился Валера. Оказалось, не нас. От режиссерского пульта поднялась какая-то девица с толстым грузбухом в руках. Все до последнего слова, сказала она. Ну и вопрос Валеры не остался без ответа. Слух у режиссера был, как у хорошей овчарки. Он всмотрелся в глубину портера и довольно резко спросил, почему в зале посторонние. Сейчас выясню, Леонид Давыдович. Девица подошла к нам и строго сказала, господа, мы будем рады видеть вас на премьере, а сейчас репетиция это таинство. Прошу вас удалиться. Миленькая, взмолился я, мы из Калуги, из молодежного театра студии, специально приехали посмотреть, как работает такой большой мастер, как Леонид Давыдович. А сам подумал, только бы фамилию мастера не спросила. Вы его знаете? С некоторым недоверием поинтересовалась она. Да кто же у нас в Калуге его не знает? вмешался Боцман, но тут же понял, видно, что слегка взорвался и уточнил. В нашем театре, студии. Я спрошу у Леонида Давыдовича. Она поднялась на сцену, что-то сказал режиссеру. Тот мельком взглянул в нашу сторону и великодушно кивнул. Ладно, пусть сидят. Ему было лет сорок пять. Длинные, до плеч волосы, черные, не слишком ухоженные, круглое бабье лицо, красный бархатный пиджак, а на груди завязанный пышным узлом шелковый шейный платок, черный в белый горошек. Я хотел сказать ребятам, на кого он кажется мне похожим, но воздержался. Итак, продолжим. Досадно, что еще не готов ваш костюм, я понимаю, непросто ощутить себя датским принцем в этой джинсе. Слово джинса он произнес с нескрываемым отвращением. Но все же попробуем, представьте, на вас черное жабо, на плечах буфы, ноги обтянуты тонким черным трико, так, что виден рельеф каждой мышцы, каждая деталь вашего прекрасного тела. «Каждая?» «Боже, как легко эта сталь войдет ваше тело!» «Ну, это смотря куда ткнуть». «Да нет же, мы не о том сейчас говорим. В этом кинжале ответ на самый мучительный для вас вопрос — быть быть или не быть. я не понимаю, почему он для меня мучительный, почти с отчаянием проговорил артист. «Не понимаю, хоть вы меня убейте». «Сейчас поймете», пообещал режиссер. «Давайте текст после слов «Иль ополчасть на море смут» сразить их противоборством, подхватил артист. Дальше. Умереть, уснуть и только и сказать, что сном кончаешь тоску и тысячу природных мук. Наследие плоти. Как такой развязки не жаждать? Вот! Вот они ключевые слова не только для всего этого монолога, не только для всей пьесы, но и для самого Шекспира. Наследие плоти. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет, признался артист, чувствовалось, что это признание далось ему нелегко. Зайдем с другой стороны, согласился режиссер. Есть ли во всей пьесе хоть одна ремарка, хоть один намек на то, что Гамлет пытается обнять Офелию, поцеловать так, как мужчина целует любимую женщину? Нет, даже наоборот, он все время отстраняется от нее. А почему? Ну, у него другие проблемы. Какие? Мстить, не мстить, за убийство отца? Если бы он был тем, кого мы называем настоящим мужчиной, встал бы перед ним этот вопрос? Думаю, нет. А если бы он был женщиной? Не мужеподобной, а такой, как Офелия? Очень хорошо, дружок, что вы задумались. Конечно же, для такого Гамлета ответ однозначен. Не быть, умереть, уснуть. Погодите, вы хотите сказать «Не торопитесь», остановил его режиссер. Надеюсь, сонеты Шекспира вы хорошо знаете? Более-менее. Следите за моей мыслью. Расстратчик, милый, расточаешь ты свое наследство в буйстве сумасбродном. Сонет номер четыре. Не изменяйся, будь самим собой. Номер тринадцать. А вот двадцатый. Лик женщины, но строже, в совершении природы извояло мастерство. По-женски ты красив, но чужд измене. Царь и царица сердца моего. И так далее. Есть ли во всех ста пятидесяти четырех сонетах хоть один, где автор обращался бы к предмету своей любви именно как женщине? Нет! Почему? Есть, возразил артист. я не могу забыть со сном, пока ты от меня вдали к другим близка. Не помню, какой это сонет. Шестьдесят первый. Есть и еще, продолжал артист. Что без тебя просторный этот свет? Ты в нем одна, другого счастья нет. Сто девятый. Есть еще восемьдесят восьмом, сто двадцать седьмом и в нескольких других. Так вот, все это лукавство переводчиков. Я консультировался с крупнейшими шекспироведами, нашими и лондонскими, изучал подстрочники и в оригинале буквально в каждом из сонетов. Либо обезличенное «мой друг», либо «мужское ты». Куда это он гнет? напряженно морщась, спросил Валера. Сейчас возможно узнаем, ответил я, хотя уже и догадался куда. Артист, похоже, тоже догадался. Значит, по-вашему, Шекспир был «Вот именно!» торжествующе воскликнул режиссер. «Это была его огромная личная драма в условиях пуританского общества, и ее-то он и вложил в душу своего самого любимого героя, принца Гамлета. Теперь вы поняли, как нужно играть эту роль!» Артист тоскливо оградился по сторонам, на закулисную машинерию, на штангеты, свисающие сверху, на деревянный, подморенный серым портал. «Любите ли вы театр так, как люблю его я?» проговорил он и обернулся к режиссеру. «Теперь понял». «Превосходно!» «Недаром я верил в вас! Наш спектакль обойдет лучшие сцены всего мира!» «Ваш!» хмуро поправил артист. «А на роль такого Гамлета вам лучше пригласить настоящего гомика». Он двинулся к краю сцены, к лесенке, ведущей в зрительный зал. Режиссер попытался остановить его. «Сеня, что с вами?» «Убери руки, пидор!» приказал артист и пошел к выходу. «Злотников, остановитесь! Злотников, я обращаюсь к вам!» Артист и ухом не повел. «Злотников, верните реквизит!» завержал режиссер, не придумав видно ничего более подходящего. Артист взглянул на кинжал, про который, судя по всему, забыл, и снизу почти неуловимым движением метнул его в сторону сцены. Клинок-то, оказывается, был не бутафорским. Он вошел в портал в метре от головы режиссера и, судя по звуку, хорошо вошел. Не на излете. Сантиметров на пять, не меньше. Метров с двадцати. Неплохо. Я поаплодировал. Меня горячо поддержали Боцман и Док, а Валера почему-то особенно рьяна. Артист остановился, недоумевая, откуда несутся эти дружные, но не переходящие в овацию из-за нашей малочисленности аплодисменты. И увидел нас. И тут же, с короткого разбега, прыгнул метра на полтора вверх, в воздухе развернулся и, с нечленораздельным радостным воплем, упал спиной на подставленные нами руки. Он только и мог повторять. Боцман, пастух, док, и снова пастух, док, боцман. И, может быть, плакал. Во всяком случае, щека моя после объятия с ним была мокрой. Да и у меня самого как-то подозрительно защекотало в носу. Благо, в зале было темно и нетрудно было сделать вид, что никто ничего не заметил. С шумом и гамом мы вывалились из этой юдоли высокого искусства и погрузились в патрол. Но, прежде чем отъехать, Валера оглянулся на храм Мельпомены, Талии и потеснившего их Меркурия и убежденно сказал «Это не театр, это цирк». Часть пятая После полумрака зрительного зала и странного действа, свидетелями которого мы были, Москва показалась яркой и полнокровной, как восточный базар. И если бы я не видел этого своими собственными глазами, трудно было бы поверить, что где-то в дебрях огромного мегаполиса, вздыбленного и поставленного на уши тем, что именуется демократическими преобразованиями, на голой сцене театрального зала в Кузьминках сидит человек в красном бархатном пиджаке и мучительно размышляет, как доказать, что Шекспир и его любимый герой принц датский Гамлет были гомосексуалистами и тем самым явить изумленному миру блеск своего гения и тратить на это драгоценное время жизни. У каждого свои заботы, у кого суп жидкий, у кого жемчуг мелкий и неизвестно еще, что для самого суп или мелкий жемчуг. А у нас были свои заботы, и если бы этот непризнанный пока гений театрального авангарда узнал о них, он уставился бы на нас так же ошарашенно, как смотрели на него мы. И, возможно, так же подумал бы, да на что же они тратят время своей жизни? И был бы, наверное, по-своему прав. Как правы были и мы. Тоже по-своему. Между тем, время жизни нас уже слегка поджимало. На Казанский вокзал мы приехали в начале пятого, оставили Валеру с его патролом на стоянке, прошли на перрон и принялись изучать расписание пригородных электричек. Шансов отловить бывшего лейтенанта Олега Мухина на одном из маршрутов было немного, но все-таки мы решили попробовать. Проще было, конечно, подъехать к нему попозже, когда он после работы вернется домой, а вдруг не сразу вернется, вдруг отправиться к какому-нибудь приятелю или к подружке, если успел ее завести. Можно было и пролететь, а он нужен был сегодня и как можно раньше. Поэтому распределились. Док взял на себя Шатуру, Боцман Черусти, артист Виноградово и Фабричную, а мне достался Галутвин и сорок седьмой километр. Договорились, где встретимся после обследования маршрутов и разошлись по электричкам, поданным на посадку. Я очень давно уже не был в Москве, в электричках вообще мало ездил, и меня сначала удивило, а потом искренне восхитило то, что в них творилось. Это был настоящий базар, но здесь не покупатели обходили продавцов, а наоборот. Чего только не предлагали бродячие афени, переходившие из вагона в вагон, фильтры для воды, кремы от укусов комаров и простуды, исторические романы, даже подтяжки, выдерживающие вес в сто килограммов. Вешаться на них, что ли? Продавали, понятно, и газеты, в основном дешевые, московский комсомолец, мир новостей, мегаполис экспресс. Немного отъехав от Москвы, я прошел весь состав из конца в конец. В Выхино вышел и дождался следующей электрички. В Раменском пересел еще на одну. Продавцов газет мне попалось человек десять, но муки среди них не было. Уже на обратном пути, пройдя от первого до последнего вагона еще две электрички, я понял, что и на этот раз вряд ли мне повезет. Оставалось надеяться, что повезет ботсману, доку или артисту. Но повезло все-таки мне. Где-то на перегоне между отдыхом и удильной я услышал сзади знакомый голос. «Господа, газета популярной информации и мир новостей всегда с вами. Программа телевидения и радио на будущую неделю, объективный комментарий к сенсационному заявлению генерала Лебедя, новые законы о налогах с физических лиц, сенсационные документы о злоупотреблениях в западной группе войск, неизвестная о безвестном, лучшая газета для семейного чтения, всего 800 рублей». И он пошел вдоль вагона, останавливаясь, чтобы дать газету и получить деньги. Он был в простеньком спортивном костюме, на голове синяя кепка бейсболка с сеткой на затылке с длинным козырьком и надписью «Калифорния». Газеты он держал на сгибе левой руки, так официанты держат салфетки, а через плечо, как у автобусного кондуктора, висела небольшая сумка, куда он складывал деньги. Маленький, щуплый, муха и муха, совсем пацан. Когда он поравнялся со скамейкой, на которой я сидел, я хотел было окликнуть его, но решил, что в людном вагоне это неудобно, сразу начнут на нас пялиться. Поэтому вышел в заднюю дверь, на ближайшей остановке пробежал два вагона по ходу поезда и заскочил в тамбур, рассчитывая перехватить муху здесь. И как-то обстановка в этом тамбуре мне сразу очень не понравилась. Я даже не понял, чем, но здесь была какая-то опасность. И исходила она от двух качков, которые стояли, привалившись к стенке, приклебывали пиво из банок и время от времени поглядывали в окошко в дверях разделяющих вагоны, будто кого-то ждали. В это же окошко поглядывал и я, высматривая муху. Минуты через три один из парней повыше сказал мне «Пойди-ка, мужик, в вагон, не маяч тут». «А в чем дело?» спросил я. «О, козел!» лениво проговорил второй, плотный такой коротышка. «Сказано тебе, вали отсюда, не понял, нет, объяснить?» Я мог бы, конечно, послушать их объяснение и самим кое-что объяснить, но не хотелось портить настроение себе. И к тому же мне любопытно было, кого это они здесь поджидают и зачем? «Все понял», заверил я их и вошел в вагон. Но одной из творог дверей не дал полностью закрыться, придержал ногой, чтобы не только видеть, но и слышать, что будет происходить в тамбуре. Некоторое время там ничего не происходило. Качки беспрепятственно пропустили двух торговцев каким-то расхожим товаром, двух пассажиров, переходящих поближе к голове состава, но когда в оконце мелькнула синяя кепка с надписью «Калифорния», побросали банки и преградили мохе дорогу. Его, выходит, ждали. Странно, что им могло от него понадобиться. «Попался, падла», обратился к нему высокий. «Опять будешь дуру гнать, что бабки принесешь завтра?» «Обязательно, ребята», заверил их муха. «Прямо завтра, с утра. Вы где будете? На обычном месте у расписания?» «Гада!» взрел коротышка. «Ты сколько раз нам уже это говорил?» «Четыре?» «Пять», признался муха. «Но завтра, ребята, железно, прямо с утра». «Да он изгильняется над нами, сучонок». «Боже, сохрани», запротестовал муха. «Я над вами». «Да вы что?» «Больше не будет», проговорил высокий. Своими клешнями он разлепил в створке входных дверей и стал в проеме спиной, отжимая одну створку, а ногой придерживая вторую. Кивнул коротышке «Делай!» Тот отшагнул к противоположной двери и пригнулся, изготовиваясь к броску. Я придвинулся поближе к тамбуру. «Не суйся туда», предупредил меня какой-то мужик, стоявший рядом. «Даже не собираюсь», сказал я. «Я действительно не собирался. Что мне там было делать? Мне просто любопытно было, как все это будет происходить. Но ничего особенного не произошло. Коротышка спиной оттолкнулся от двери и бычком ринулся на муху с очевидным намерением вышибить его из электрички, которая как раз летела по какому-то мосту или виадуку. Не выпуская из руки газет, а другой придерживая сумку с деньгами, муха увернулся, в нырке упал на спину и словно бы выстрелил обеими ногами в задницу коротышки, придав ему такое ускорение, что тот сначала выбил, как кеглю из дверного проема высокого, а следом вылетел сам. Двери закрылись. В электричках они, как известно, закрываются автоматически. Да, эти двое, похоже, уже никому ничего никогда не смогут объяснить. Муха отряхнулся и вошел в вагон. «Мир новостей», объявил он, «самая полная и объективная информация обо всех важнейших событиях за неделю». «Дай-ка мне, парень, твою газету», прервал его мужик, который остерег меня соваться в тамбур. «Сдается мне, это правильная газета». «Но самой важной информации в ней нет», заметил я. «Какой?» не оглядывая, спросил муха. Он отчитывал, мужику сдачу о том, что лейтенант Варпаховский жив. Он повернулся. И газеты, и сдача вывалились у него из рук. «Нет», сказал он, «нет». «Да», сказал я, «да». Оставался трубач. Когда все собрались и мы отъехали от Казанского вокзала, был уже восьмой час вечера. Улицы забиты машинами, тротуары кишат людьми. Мы немного поспорили, куда ехать сначала, на Старый Арбат или на Пушкинскую площадь, но рассудили, что трубач сейчас, скорее всего, на Арбате. Еще довольно светло, день хороший, на Арбате наверняка толпы гуляющих. Так и было. По обеим сторонам Старого Арбата теснились столики с тысячами деревянных матрешек. Художники прохаживались возле своих картин, развешанных по заборам и просто разложенных на земле. Через каждые 10-15 метров стояли парни с гитарами, а то и маленькие оркестры. У Вахтанговского театра какая-то девушка играла на скрипке. Народ слушал, глазел, освежался пивом и чем покрепче. Я бы тоже с удовольствием послушал и поглазел, но времени не было. Мы прошли Старый Арбат и с конца в конец, однако трубача не обнаружили. Пришлось ехать на пушку. Валера приткнул патрул у Макдональдса, мы спустились в переход под Тверской. Здесь трубача тоже не было. Не было и в вестибюле метро, и только на повороте второго подземного перехода мы услышали саксофон. Ни с каким другим не спутаешь. А потом увидели и самого трубача. Он стоял у стены между двумя длинными столами-прилавками, на одном из которых были книги, а на другом разные пентхаусы и плейбои. Громоздкий, как шкаф, с крупной, рано начавшей лысеть головой, согнувшись над серебряным саксофоном, будто свечечку защищал своим телом от ветра. Прикрыв глаза и отбивая такт ногой в кроссовке сорок шестого размера, он играл попури из старых джазовых мелодий, уходя в импровизации, а затем возвращаясь к основной теме. у ног его лежал раскрытый футляр от инструмента, куда слушатели бросали свои штуки и пятисотки. Слушателей было немного, человек пять, шесть, одни уходили, их место занимали другие, иногда кто-нибудь просил сыграть на заказ, он играл, а потом вновь заводил свое. Ему было словно бы все равно есть слушатели или нет, платят они или не платят, он даже не видел их, он играл для себя. Я остановился у стола с плейбоями, разгадывая роскошные формы, изображенных на обложках диф, но больше прислушиваясь к сакс-баритону трубача. Заметив это, не слишком молоденькая продавщица, кутавшая плечи в ветровку из-за знубкой сырости, стоявшей в переходе, поинтересовалась «Нравится?» «Ничего, ответил я и подумал, что соло на автомате Калашникова у него все-таки получается намного лучше. Он сегодня не в ударе», объяснила она, «а когда в настроении, такая толпа собирается, что проход закрывают?» «Но что-то в последнее время нечасто такое бывает». Наметанным своим взглядом она поняла, что я не из тех, кто покупает ее товар, и ей просто хотелось поговорить. «За место, наверное, приходится отстегивать?» спросил я, демонстрируя тонкое знание современной московской жизни. Она пожала плечами. «А что делать?» «А на него наезжали?» кинул и на трубача. «Конечно наезжали, на всех наезжают». «И что?» Она как-то странно усмехнулась и ответила «Больше не наезжают». Мы обступили трубача, вдвое увеличив аудиторию его слушателей. Воспользовавшись паузой, док бросил в футляр пятитысячную бумажку и попросил «Маэстро, репсолин блу, если можно». Трубач сначала рассеянно кивнул, потом быстро поднял голову и сразу нас всех узнал. И тут же как будто забыл о нас. Отбил кроссовкой так-то четыре и неожиданно мощно, чисто, свободно вывел первую фразу. Ну, примерно так, как мы полили бы в небо из своих калашей в посинний день чеченской войны, салютуя о своей победе. Если бы этот день наступил, если бы возможно была победа, и если бы мы до нее дожили. И пошел. И пошел, словно бы подменили его инструмент или его самого. Спешившие по переходу люди с размаху втыкались в толпу, сразу образовавшуюся вокруг трубача, а те, кто успел проскочить вперед, останавливались и возвращались обратно. Купюры полетели в футляр, как хлопья апрельского снега. Не прекращая игры, трубач ногой закрыл крышку футляра, но деньги продолжали сыпаться, и скоро самого футляра под ними не стало видно. Минуты через две я сказал себе нет. С этой серебристой загогулиной он управляется не хуже, пожалуй, чем с калашом. А еще через минуту поправился. Лучше. Хотя, казалось бы, лучше просто не может быть. Может, оказывается, и намного. Продавщица плейбоев протиснулась сквозь толпу и сказала мне, сияя глазами, «А что я вам говорила?» На последних тактах трубач поднялся на такую высоту, что, казалось, не хватит ему ни дыхания, ни самого сердца. Но серебряный звук его саксофона уходил все выше и выше, как сверхзвуковой истребитель с вертикальным взлетом вонзается в чистое небо, оставляя за собой белый инверсионный след. И где-то там, в стратосфере, во владениях уже не человека, а самого Бога, этот след истончился и исчез. Все. Трубач положил саксофон на хлопья денег, перешагнул через него и обнял нас. Всех пятерых сразу. А заодно, случайно, наверное, и продавщицу плейбоев. Только у него могло так получиться. Вот теперь мы были все вместе. Я попросил Валеру связаться с полковником Голубковым и сказать, что мы готовы встретиться с ним через час. Ехать в Гальяново было минут тридцать пять-сорок, но я взял небольшую фору, чтобы до встречи с Голубковым успеть поговорить с ребятами. Но уже у подъезда притормозил, вдруг дошло. Эта конспиративная квартира вполне могла прослушиваться, черт, как я раньше об этом не подумал. Я постарался вспомнить, не сказал ли чего лишнего, но кроме фразы ни одному его слову не верю, ничего не вспомнил. Точно прослушивалось, и Голубков это знал, поэтому так неопределенно реагировал на мои слова. Значит, Волков в курсе, что я о нем думаю, да и черт с ним. Но о чем я буду говорить с ребятами, об этом ему знать было не обязательно. Поэтому я сказал Валере, что мы перекурим на свежем воздухе. Он кивнул и отогнал машину в сторонку, чтобы не светиться перед подъездом, а мы расположились в глубине двора, вокруг стола, на котором местные пенсионеры забивали козла. Мой рассказ выслушали не перебивая. Когда я закончил, Боцман спросил, кто такой Назаров? Я объяснил. Артист, что с ним сделают? Я повторил то, что сказал мне Волков. Муха, ты в это веришь? Нет. В досье есть копии материалов уголовного дела. Его завела генеральная прокуратура. Приписки в объемах работ, расхищение стройматериалов, ущерб около шести тысяч рублей. Квалифицировано в особо крупных размерах. При миллионных оборотах в ценах тех лет. Вряд ли размеры эти такие уж крупные. После взрыва яхты дело закрыли в связи со смертью обвиняемого. Трубач, думаешь, теперь откроют? Не исключено. И посадят? Постараются. Док, у него будут хорошие адвокаты, а у них хорошие прокуроры. Грязное дело, сказал Муха. Я кивнул, да. Но они выкупили Тимоху. Выходит, у нас нет выбора, спросил артист. Почему? Выбор всегда есть. Сам знаешь, быть или не быть. Значит, закрыли тему, заключил док. Мне было интересно, как они отреагируют на сообщения о пятидесяти тысячах баксов, которые я выжил из Волкова за эту работу. Веловато отреагировали. Лишь трубач с усмешкой сказал, с этого надо было начинать. Эти бабки можно заработать более простым способом, заметил Боцман. Каким, заинтересовался Муха, банка грабить. Это, конечно, намного проще, согласился Муха. Вот так они и отреагировали. Я понимал, почему. Эти пятьдесят тысяч были как орден, который любят обещать генералы, ставя трудную боевую задачу. А какой нормальный солдат думает об ордене перед боем? Между каждым из нас и этими деньгами стояло дело. Поэтому они ощущались как некая эфемерность. Они словно бы еще не существовали. Подошел Валера, напомнил время. Мы поднялись на восьмой этаж, Валера впустил нас в квартиру, сам остался на лестничной клетке и запер за нами дверь. Я успел предупредить ребят о прослушке, поэтому осматривались они молча, в комнатах никого не было, а на кухне, как и накануне сидел тот же молодой парень в штатском с тем же кейсом прикованным к руке и читал те же известия. Он никак не прореагировал на наше появление, даже мельком не глянул, и у меня создалось впечатление, что он часть стандартного кухонного набора, как газовая плита или как холодильник. Минуты через три стукнула тяжелая входная дверь, и в спальне, где мы расположились, потому что в других комнатах до шестерых было тесно, появился полковник Голубков, а с ним какой-то штатский, лет пятидесяти довольно высокий, уверенным лицом. Он был явно той же породы, что и Волков, разве что калибром поменьше. Александр Николаевич, представил его Голубков, он руководит операцией. Нефонтов, вспомнил я, генерал-майор. Он быстрым, внимательным взглядом оглядел нас, показал на часы на моей руке командирские сменить, ботсману на его спецназовские ботинки сменить, мухе под курткой у него была офицерская рубашка хаки сменить. Еще раз окинул нас общим оценивающим взглядом и недовольно покачал головой. Туристы, значит. По легенде, да, подтвердил Голубков. Кто откуда, из Калуги, из Москвы, из Подольска, случайно оказались в одной группе. Туристы, допустим, и насчет случайно? Нет, они же как горошины из одного стручка. Взвод, посмотрите внимательно. Вы правы. Команда, согласился Голубков. Может, пусть так и будет. Команда. Спортсмены, допустим, вторая сборная Московской области, легкая атлетика или биатлон. Стрельба, поправил Нефонтов. Это им ближе. Как они оказались на Кипре? В порядке поощрения. Награждены бесплатными путевками за третье место на первенство области. А почему не за первое, спросил я. Проверяется, объяснил Голубков. Кто дал путевки, уточнил Нефонтов. Национальный фонд спорта, это в их компетенции. Согласен. Позаботьтесь, чтобы в фонде были их данные. Будет сделано. Здравствуйте, товарищи спортсмены, обратился к нам Нефонтов. Здорово, тренер, ответил за всех трубач. Нефонтов усмехнулся и кивнул. Давайте работать. Голубков принес из кухни планшет, извлек из него три крупномасштабные карты и десятка полтора цветных снимков и разложил их на кроватях. На снимках был курортный городок или поселок, чем-то напоминающий Ялту. Снятый нескольких ракурсах белый двухэтажный дом, полускрытый высокой каменной оградой и ветвями каких-то деревьев, и два человека за столиком уличного кафе на набережной возле ворот дома. Один высокий, плотный, немного болезненного вида, с редкими русыми волосами. Другой на голову ниже, круглый, с лысиной, с сигарой во рту. Оба в летних костюмах, в рубашках с короткими рукавами, низенькие в шортах, из которых довольно нелепо торчали загорелые, кривоватые ноги. Высокий это Назаров, объяснил Голубков, тот, что с лысиной, Борис Розовский, его компаньон и друг. Это вилла, Розовский арендовал ее на чужое имя. Сигнализация, видеокамеры, шесть человек вооруженной охраны, местные секьюрити, турки. На плане Ларнаки он показал квадратик виллы и почти рядом пансионат Три Оливы. Там нам предстояло жить. На второй карте был остров Кипр, на третьей выкопировка топографического плана участка польско-белорусской границы в стороне от трассы Белосток-Гродно. Название поселка или городка Новий двор было обвезено красным фломастером. От Новий двора до границы пять километров, продолжал объяснение Голубков. Дорога местная, пограничного пункта нет. В двух километрах южнее сосновый бор с густым подлеском подходит прямо к границе. За контрольно-следовой полосой тоже лес. Граница охраняется из рук вон плохо. Из Новий двора позвоните по этому телефону. Он написал номер, показал всем. Запомнили? Тут же сжег бумажку пепельницы. Ответит диспетчер. Скажите только одну фразу. Посылка готова, встречайте ночью. И назовете точное время. Этой же ночью перейдете границу. На нашей стороне вас встретит майор Васильев. Ровно в двух километрах к югу от дороги не перепутайте. Пароль и отзыв вам тоже скажет диспетчер. Я с сомнением всмотрелся в точку этого Новий двора. Почему выбрано это место? Там же наверняка каждый новый человек на виду. Наоборот, возразил Голубков, там сейчас огромная автомобильная барахолка на территории бывшего военного городка. Со всей Европы старую рукляд свозят проходной двор. Туда полк веди, никто внимания не обратит. Как мы доберемся до Новий двора? спросил док, когда полковник закончил объяснение. Ваши проблемы. С Кипра паром, теплоход, самолет. Можете через Турцию или через Грецию, Болгарию, Румынию. Транзитные визы у вас будут. С транспортом тоже на месте определитесь. Купите подержанный микроавтобус или две легковые машины. На заключительном этапе без своего транспорта вам не обойтись. Деньги на это предусмотрено, машины бросите у границы. Возможно и другие варианты пересечения границы заметил я через Брест, Чоп или морем до Одессы или Новороссийска вполне легальные, особенно если нам удастся убедить Назарова добровольно уехать с нами. Абсолютно исключено, вмешался Нифонтов. Могут быть попытки перехватить объект. Оперативное наблюдение ведут наши коллеги из смежных, так скажем, организаций. Нет гарантии, что эта информация не поступает и к другим заинтересованным лицам. Ваша задача доставить объект на белорусскую сторону границы живым. После этого ваш контракт будет считаться полностью выполненным. Еще минут двадцать уточняли детали, но в общем все было ясно. Ясно, что ничего не ясно. Но я не стал делиться с нашими работодателями своими соображениями. То ли Нифонтов что-то почувствовал, то ли спросил просто так на всякий случай. У вас есть сомнения в частностях или в сути? В частностях ничего кроме сомнений. Насчет сути я пожал плечами. Вы заказчик, а мы ну как портной. Хотите двубортный костюм? Сожжем двубортный. Однобортный будет однобортный. Я только одно могу уточнить кепочку с пуговкой. Значит вопросов нет, заключил Нифонтов. Голубков уложил карты и снимки в планшет, собрал у нас паспорта и прошел на кухню. Вернувшись, раздал увесистые пакеты в плотной оберточной бумаге. Ваш гонорар. Можете не пересчитывать банковская упаковка. Мы не стали пересчитывать. Только Боцман разорвал на одну из пачек бандероль и начал изучать стодолларовую купюру. Смотрел на свет, щупал, разглядывал под разными углами крупный портрет Бенджамена Франклина. Боишься, что фальшивка удивился Голубков? Знали бы вы, сколько сейчас фальшивых баксов ходит, ответил Боцман. У моей кассирши однажды детектор забарахлил, так за один день налетело на две сотни. Похоже, настоящая, закончив осмотр, сказал он. Я передам нашим специалистам, что вы одобрили их работу, пообещал Нефонтов. Самолет завтра в 18.30 напомнил Голубков. Сбор в 16.00 в Шереметьеве 2. Получите документы, билеты, деньги на расходы. Летите по путевкам турагентства Р. Ваяж. В Никосии вас встретит симпатичная девушка, их гид. Никаких записных книжек, писем, телефонов, только паспорта и водительские удостоверения. Никаких самостоятельных передвижений по Москве. Машины для вас будут завтра в 9 утра. Место сбора водители знают. Сегодня переночуете здесь. В режиме гауптвахты, спросил я. Это просто мера предосторожности. Мы хотим быть уверенными, что кого-нибудь из вас не потянет искать приключений. Их у вас и без того будет достаточно. До завтра. Нифонтов и Голубков ушли. Я выглянул на кухню. Малого с кейсом тоже уже не было. Когда я вернулся в спальню, ребята сидели на кроватях и тупо молчали. Поговорить было о чем, но говорить было нельзя. Я чувствую себя проституткой, заметил Муха, повертел в руках пакет с баксами и добавил валютный. Прогресс, успокоил его трубач. Раньше это был просто шлюхой, которую имели практически забесплатно. Мы теперь выходят наемники, подытожил артист. Адок поправил. Солдаты удачи. На следующий день, 18.30, мы вылетели на Кипр чартерным рейсом Москва-Афины-Некосия. Но до этого боцман успел смотаться в Калугу, на выделенной для него Волге, а я с Валерой на его патруле в Затопино. Я понимал, что если отдам Ольге Баксы, она с ума от беспокойства сойдет. Поэтому спрятал деньги в челане и показал Тимохе место. Объяснил, здесь 45 штук моих и 30 тысяч зеленых твоих. Не спорь, так решили. Считай, что это твои комиссионные за наш контракт. И если что... Понял? Никаких если что, ответил он. Понял? И когда джип перевалил через кювет, отделявший деревенский проулок от грунтовки, я почему-то велел Валерия свернуть к спас заулку и через четверть часа стоял один. Часть вторая. Как может чувствовать себя молодой, удачливый, чистолюбивый, прошедший всю Чечню офицер после того, как его и его друзей сначала бросили на грязное дело, потом попробовали истребить с применением современной авиации и тяжелых боевых вертолетов и в конце концов вышвырнули, как облезлых от лишаев котят из армии, в один день выперли из офицерского семейного общежития и даже какого-нибудь паршивого грузовичка не дали, чтобы отвезти на вокзал скудный, нажитый по крохам семейный скарб. Вот так он себя и чувствовал, вчерашний блистательный капитан спецназа, а ныне пастух худосочного затопинского стада двадцати шестилетний Сергей Пастухов. После того, как на площади у Курского вокзала он распрощался с ребятами, не меньше шести часов пришлось ему с Ольгой и Настеной добираться до Затопина на Перекладных. Сначала двумя электричками до Зарайска, потом автобусом до Выселок, а последние четыре километра пешком. Недавно прошел дождь, глина на разбитом тракторами и грузовиками проселке раскисла, липла к ногам. Самому Пастухову это было до Феньки, на нем были высокие спецназовские ботинки, а вот Ольгины кроссовки сразу промокли. Она была в грязи по колено. Настена хныкала, просилась на ручки, но у Сергея руки были заняты двумя чемоданами, а Ольга тащила рюкзак с одеялами, подушками и бельем и полиэтиленовые пакеты с едой. У нее была свободна только одна рука, которой она и волокла дочку, приговаривая, ну потерпи, скоро уже, совсем скоро. А сама поглядывала на мужа, словно спрашивая, в самом-то деле, скоро ли? И он отвечал ей, как и она, Настене, потерпи, немного осталось. К деревне они подошли уже в сумерках. На правом возвышенном берегу Честны темнели три десятка изб, выстроившихся вдоль изгиба речки одним порядком. В окнах мутно желтели огни, на фоне последних бликов заката четко вырисовывались кресты телевизионных антенн. Одна из изб стояла немного на отшибе, крайняя в порядке и чуть ближе к реке. Она была совсем безжизненная, сухая ветла над ней с черными растопыренными ветками точно бы лишний раз подчеркивала вымороченность этого места. Возле калитки, висевшей на одной верхней петле, Сергей поставил чемоданы на землю и сказал, вот это и есть наш дом. И мы с мамой будем здесь жить? Недоверчиво спросила Настена. Если захотите, ответил Сергей. Последний раз он приезжал сюда три года назад, хоронил мать. После поминок плотно закрыл ставни, забил все окна и дверь досками и уехал на армейском уазике без слов выделенным ему комбатом, хотя от их части до затопина было не меньше трехсот километров. Пока их машина переваливалась по грунтовке, все оглядывался, гадал, придется ли еще сюда вернуться когда-нибудь. И вот пришлось. Сергей помнил, что топор он тогда сунул под крыльцо, пошарил. Топор оказался на месте. Со скрежетом поддались гвозди, из дома пахнуло нежитью, тоскливым духом давно покинутого жилья. Свет был обрезан, но на стенке в сенях должна была висеть керосиновая летучая мышь, с электричеством в затопине всегда были перебои, поэтому в каждой избе наготове были свечи и керосиновые лампы. И лампа оказалась на месте, и даже на донышке что-то плескалось. При тусклом свете летучей мыши Сергей сорвал доски с окон, Настеж распахнул створки, впуская в затклость дома свежую речную прохладу. Потом в сараюшке набрал дров и затопил печку. Сбегал к честне за водой, поставил старый облупленный чайник. Немного повеселело. И когда поужинали припасенными в Москве консьервами и уложили заснувшую прям за столом Настену на узкую продавленную кушетку в горнице, Сергей внимательно взглянул на жену и повторил «Это и есть наш дом». Туалет на улице, школа и магазин на выселках в четырех километрах, вода в честне, а дрова в сарае. А музыкальная школа, где ты могла бы работать, только в Зарайске. Я понимаю, что не этого ты от жизни ждала, но больше нечего мне тебе предложить. Так что, если захочешь вернуться к своим в Орел, так и скажи, я в обиде не буду. Дурак ты, Серега, помолчав отозвалась она. По-твоему, я мечтала стать генеральшей? Нет, я мечтала не стать вдовой. Понял? Понял. Вот и хорошо. А теперь пойдем спать, я уже с ног валюсь. Постелили на широкой родительской кровати в той же горнице, где спала и Настена. И едва Сергей задул лампу, каких охватила темнота и огромная бездонная тишина. Часть вторая. Как может чувствовать себя молодой, удачливый, чистолюбивый, прошедший всю Чечню офицер после того, как его и его друзей сначала бросили на грязное дело, потом попробовали истребить с применением современной авиации и тяжелых боевых вертолетов и, в конце концов, вышвырнули, как облезлых от лишаев котят из армии, в один день выперли из офицерского семейного общежития и даже какого-нибудь паршивого грузовичка не дали, чтобы отвезти на вокзал скудный, нажитый покрохом семейный скарб. Вот так он себя и чувствовал, вчерашний блистательный капитан спецназа, а ныне пастух худосочного затопинского стада 26-летний Сергей Пастухов. После того, как на площади у Курского вокзала он распрощался с ребятами не меньше шести часов Субтитры создавал DimaTorzok